Продолжение следует... 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 Вот этих вот, ну, нельзя ничего сделать. Это ориентир здесь. Основная задача строительной отрасли состоит в обновлении жилого фонда с минимальными энергетическими затратами. Замена выработки свой ресурс массовых серий крупного строительства требует их демонтажа и утилизации нового строительства. То есть расходов ресурсов в два и выше раза. Вот сейчас мы это самое делаем в Москве, и Москва это сделает эффективно, а по всей стране это сделать невозможно. Тогда, так как объемы строительства все равно будут падать. Но сейчас идет глобальное потепление. Вот в связи с глобальным потеплением климата на планете произошли его изменения и в России. Поэтому климатические параметры, изложенные в норм, сегодня нуждаются в корректировке. Первая корректировка норм произошла в 19-м году, где было обновлено впервые за все время там 30% климатических данных. Здесь я расскажу об истории, что такое про строительную физику. Вам, наверное, нужно будет интересно узнать, что происходило со строительной климатологией до сегодняшнего времени. Я пришел в институт в 60-м году. Только что образовалась лаборатория строительной климатологии под руководством Золотарева. Было примерно около 10 человек, и они, в общем, работали. Работали, работали. Здесь все нормально, государство всем опускало денежки, все было хорошо. Ну вот, пришел в 1985 год, пришел Кабачев и сказал, что наука должна переходить на самое отфинансированное и на самое отступаемое. Все, рейтинг, гематология никому не была не нужда. В это время уже... Ой! В это время... В это время как раз руководителем был Краснов. Что не нужно? Ну, Краснов поднимал панику. У него было 10 человек. И нужно куда-то определять, а денег нет. Он стал бегать по лабораториям и говорит, возьмите меня, возьмите меня, возьмите меня. Все сказали, пошел подальше. Вот прибежал ко мне, возьми, говорит, меня. Я понимал, что все начинается в строительной климатологии, все. И вот такой жалостливый, говорю, возьму, но только из 10 человек, только четверых. Вот я взял четверых человек, и мы начали работать. А, начал, деньги же нужны. И тут не было счастья, да несчастье помогло. Здесь начал финансировать строительную климатологию, в общем-то, в течение порядка 6 лет. Это будущий председатель госстроя Фурманов Борис Александрович. У него какое несчастье? Мы сказали, что нужно переходить на трехсловийное остекление в Западную Сибирь и Урала, где он был самый. Все. А когда, чтобы перейти на это дело, требовались... Ну, у него вот несчастье какое. Стало быть, объемы строительства резко упали, и крышкой его бы выгнали. Поэтому он... Ему ребята рассказали, а вот Савин, говорит, он здесь, он может кого-то помочь. И шел бы, он выбрал меня, где сказал, ну можешь ты здесь доказать, что там и в Западной Сибири, и на Урале двухслойное остекление. Я говорю, могу. Говорит, ну давай, сколько тебе надо? Я говорю, на 95 тысяч, он говорит, 100 тысяч даю. Но дал мне на 100 тысяч, и как я применил строительную климатологию на все. Вот, с одной стороны, я использовал вот это глобальное потепление, нужно было снизить вот эти вот самые температуры, которые чтобы так где-то ниже. И второе, это экономика. Поэтому у меня там был шумяки, но они как раз мы втроем начали. И вот я тогда начал впервые заниматься глобальным потеплением на перспективу. Как? Потому что шло тогда глобальное потепление. И вот этот результат мы использовали, и все пошло нормально. А потом уже он стал председателем ГАС-3, чтобы финансировать. Он сказал мне, а можешь ты сделать для всего Советского Союза? Ну и могу запросто, даже для, только, он говорит, Советского Союза, где-то теперь Россия. И вот для России где-то сделал. Ну, конечно, был большой скандал, что с этим делом их, Фурманова сняли. Появился Басин, и начался, и пошла Россия по большому пути повышения уровня теплозащиты уже в разы. Ну вот я очень благодарен сейчас Гагарину, то, что он остановил это, вот каналию. Потому что там в СНИПе было написано, самое главное, увеличить, увеличивать там затраты, вот которые, сопротивление теплопередачей, не менее, чем указано. Для Москвы 4, вот дело его увеличивает, 5, 6 и плюс бесконечность, глупость такая получается, это ерунда. Вот он это исключил, Гагарин, низкий упоклон, билет, и направил вниз, 6 и плюс, 0,63, здесь так. Так, теперь сделали, в основном, как записано там в руководстве, сделали это. Вот почему сделали? Вот по поручению председателя правительства Медведева возникла необходимость уточнения климатических параметров на территории Республики Крым. Это мы тоже между делом как-то сделали, и нам были даны где-то деньги здесь. А дальше, а дальше, согласно энергетической стратегии России до 30-го года, утвержденной правительством, в волосслании президента федеральному собранию указаны приоритеты, ориентиры и механизмы на освоение особых регионов. Какие особые регионы? Это Западный, Восточный Сибирь, а также Дания и Восток. Вот на это я как раз просил, где-то деньги, деньги дали, но строительная климатология требует... Любой из вас попробуйте, купите там, сейчас нужно покупать у станций вот эти все климатические данные, а где станции-то они за каждые три часа замеряют здесь, и там многое показатели, то есть сколько их температуры, ну та-та-та-та. Это получается вот так вот, большие эти самые стопка за 50 лет. И вот все это нужно было узаконить и сделать там одну цепку. Методика тут такая, берешь 50 лет, да, эти самые, и с помощью математика, статистической обработки, все это делаешь, вот приводишь, приводишь к одной цифре, одна цифра. Это такая простая и кропотливая работа, но ее где-то нужно сделать. Ну вот, дали нам где-то деньги, но для Сибири, ну тут, правда, там не написано было для Сибири, и вот и дали короткий промежуток времени, короткий промежуток времени. В апреле мы заключили договор, а в июне давай первую редакцию. Понимаете, ну хорошо, что мы знали, что будет, это там, берет, мы делали, сделали какой-то задел, а потом сделали, отдали рецензенту, а он говорит, того нет, этого нет, так же, вот получилось. И другие, товарищи, давай делай то-другое. И это хорошо, когда 30% мы делали, откуда нам дали только 1 миллион, это что, 300 тысяч рублей на две организации денег, это ерунда здесь. И там не обязательно нам было вот эти 30% где-то сделать. Но тут помогла Москва, Собянин дал нам 20 миллионов, 20 миллионов. И вот поэтому пришел к директору и говорю, давайте мы сделаем, с ним включим, хотя миллионники городов, он говорит, давайте. Мы сделали, а пока потом шла вот эта переделка, мы еще 30% сделали. Вот задача в следующем году, конечно, вот такая сделать, сделать уже с ним полностью, чтобы были и карты, и все, и вот за период 65-го по 15-й год, там же по 50-м году, там разные были периоды, где-то там делали, там Крым на 30 лет периода, от этого же зависит, средств, все эти значения. Вот сделали. Мы это. Ну, я вам, чтобы вас не утоплять, уже не буду говорить еще, я так, вот другое, только по-мортизму. А, вот, еще немножко сказать о справочном пособии. Вот, когда мы за это время здесь сделали вот справочные пособия по строительной климатологии, по строительной климатологии. Денег никаких не дали, просто так вот мы собрались, здесь у нас, говорит, и сделали эту строительную климатологию здесь. И вот в строительной климатологии, вот лично там я делал на перспективу, с учетом глобального потепления, что будет через 20 лет. Ну, потому что у меня был уже опыт, который я предыдущим руководителям Красновым, только на следующий, там, что мы делали с формулом, учел. И все остальное, так это понял, механизмы, тем написал. Но строительная климатология, она же там, можно и что-то из головы сделать. У меня тоже фантазия, вот это вот я где-то пределал. Но как фантазировать, я уже знал. Потому что в южных районах, там все спокойненько, как спокойненько. А вот в северных районах, тут уже другое где-то дело. Насколько ваши фантазии совпадают? Что? Прогнозы, важно, насколько совпадают? Прогнозы, а вы можете посмотреть, где-то совпадают. В Москве, например, полностью по другим тоже, конечно, совпадают. Но здесь, видите, в чем дело? Вот так, где-то. Здесь нужно, я говорил, что есть модель, модель, от нее никуда не денешься. Это метеостанции, по три часа, где-то и статистическая обработка, математико-статистическая модель. Но дело в методике. Вот методику можно изменять, и здесь уже показатель на будущее изменится. Ну как, вот, например, берем 50 лет, берем 50 лет, а вот глобальное потепление резко началось вот за последние 20 лет. Понимаете как? Там другие показатели, а здесь все почти неизменные. Когда их сравнишь по среднему, то не получаешь небольшой эффект. А вот когда с Фурманом говорили, мы делали там за 20 лет, и у меня вот это получилось, и все нормально. Теперь, как вот применить все... Я не буду... Ну, в общем, в этой строительной климатологии, что в конце, хочу сказать, что мы сделали Крым, вот это тоже включили. Их большую Москву, что мы делали, тоже еще включили, еще. И включили от нас то, что требовали рецензенты. Они сказали, все там города, миллионники, все это сделали. Потом они еще здесь то-то, то-то, то-то делали. Мы это делали. Первую редакцию сделали, а у нас было время вот до сегодняшнего дня. Мы все это сделали. Даже до последнего дня, до последний день мы какие-то ввели изменения. Потому что там свыше нам сказали, а это как? Вот сделали. Теперь, вот вы все пользуетесь вот этими самыми цифрами. Вот наиболее полно, где используется Гагарик, все у него там, и долговечность, и ветер, и смерть, все-все-все. Все вот эти показатели здесь. Но, что я вам хочу сказать. Вот видите, карта где-то для Крыма. Здесь переходы через ноль, сколько там сделано. Там, где он там 50 раз бывает. Взывали, там, тут бывает. И здесь вот, там, суры. Раз это переход. Смотрите, не переходит. Здесь Крым. Это одна из карт. Но по Крыму тут разные четыре карты. Это было. Потом посмотри. Вот. Вот это я написал новую книгу. Энергосбережение. Образ и число. Образ это, вот, сверху такая стрелка. Число это снизу. А в середине это энергия. И вот в апельсине должно быть минимальное количество энергии, затраченной нашей страной на это дело. Теперь. Ну, как, как вот это все воплотить в жизнь? Как это все воплотить в жизнь и счастье? Тут я, сейчас я что-то где-то высрою, а то еще могу забыть. Так. Для повышения энергоэффективности необходимо развивать междисциплинарные и межотраслевые подходы. Осмыслим пройденный исследовательский путь. Вот это вот междисциплинарные и межотраслевые – это ключевые слова. Еще. И говорить все, мы должны, это быть связано с гуманитарными и естественными науками. Все вместе. Вот это огромное количество где-то данных нужно где-то собрать. Вот. Дальше. Решение таких ключевых связано между отраслевыми междисциплинарными исследованиями здесь. Сегодня в строительстве, вот сегодня мы наблюдаем погоню за локальными выигрышами, которые на деле оборачиваются за глагопальными выигрышами. Вот в этом где-то и дело, проблема глобальными проигрышами здесь. Вот в чем у меня сейчас в новой методике, и я считаю, что новая модель, не только она сформирована на межотраслевых, междисциплинарных, правда, например, учитывая гуманитарные, все правду, вот это самые проблемы. И главное, на чем она основана? Она основана на трех таких документах. Это первый документ, это наш основной документ, как он называется так, где сказано, что мы социалистическое государство, мы социальное государство, конституция, конституция, что у нас будет социалистическое государство. Все, и там, все, каждого бесплатно можно в Конституции записывать, дать квартиру и все такое прочее. Здесь, но этого мало, что мир делает. Нужно еще и привлечь заповеди Бога. Здесь, не убей, чтобы так много, не убей, не укради и возлюби брезни его, как самого себя. Но и этого еще мало. Надо обратиться, и этого мало, надо обратиться еще к моральному кодексу коммунизма. Здесь, когда ты будешь в моральному кодексу коммунизма, что там записано, вот, мое-мое и твое-мое. То есть, мой дом, моя жена, моя машина, мое все, это где-то мое. А вот заводы, пароходы, все тоже мои. И я их не должен беречь, как свое имущество, все. Точно тогда, ну, сейчас более модель это такая, в Китае, конечно, с капиталистическим лицом. Теперь, как это можно сделать? О, у меня тут не получались эти формулы, вот здесь, но вы почитайте. Первое, что нужно использовать эту формулу Эйрштейна. Эйрштейна, вот там, м, энергия равняется мс квадрат. Здесь, здесь, что такое? Энергия, это масса, вот. Масса, это энергия, все, только сразу, чтобы все равно. И вот эта энергия и масса, как получаются товары? Товары получаются за счет бесплатной энергии Бога, вот, энергии, и платной энергии живого труда человека. Вот, вот с энергии живого труда человека. Это происходит при помощи превращения вот этого вот одного вещества в товары. Например, песка, разогреваешь его вместе с углем и получаешь стекло. Получаешь стекло, вот товар. Во время этого перехода обязательно часть энергии уходит в космос. Все. И если ты сделаешь там и масса, немного уменьшается на эту малую величину. Но чтобы вот это происходили изменения, есть второй фундаментальный закон. Это закон Ньютона, МА квадрат. Здесь тоже, вот почему это, вам это самое главное, здесь, при переходе вот этого товара получить, здесь. У нас все в нашей, в нашей вот этой мироздании, все движется. Все движется. Вот закон Эйнштейна говорит, когда движется все это одинаково, никаких, никаких изменений, никаких переходов не происходит. Но только когда одно тело начинает двигаться с другой стороны, возникает сила. Возникает сила. И вот с этой, благодаря этой силы и происходят изменения. Теперь здесь. Дальше. Ну вот есть уравнение энергии у нас, как применить к строительству. Тут у нас есть уравнение энергии. Вот о нем и показывал как раз Гагарин. Здесь там, ну все там просто. Берешь удельные затраты, умножаешь их на площадь и умножаешь на время. Вот моих это сделано. Он делает в небольшом количестве времени, чем отличаются его, вот это вот все наши, от здесь, которые... Здесь я собираю все затраты, все затраты за жизненный срок здания, все затраты, включая вот огромные затраты при эксплуатации здания, но и плюс на создание их, и плюс на уничтожение всех этих самых. Вот за жизненный срок. Тут у нас где-то как раз было, тоже делают, но это делается в чем? Опять в энергетических единицах. Нельзя делать это в валюте или в каких-то денежных знаках, потому что один, один науряд Нобелевской премии сказал, объем информации в денежных знаках равен нулю, а другой, тоже науряд Нобелевской премии, сказал, что денежные знаки это резиновая линейка, разве может физик ею пользоваться? Так что здесь вот киловатт-час приравняет его к денежному единице, чтобы все не изменялось, ты тут только и можешь что-то добиться, какого-то успеха. Вот, ну я там, пока что, ну и не буду больше вас утомлять, вы, в общем-то, почитаете больше мою книгу, а еще что-то, это она является продолжением моей книги, это энергоэкономика, энергоэкономика. Вот там уже многие вещи есть, а все остальное это раздуто большим размером, и вот в последней книге там тоже все сделано на примерах, как было раньше, как здесь, как сейчас, и как, вот я думаю, должно было быть. Ну вот я все.